И это произойдет в лучшем случае с сильным ударом. Данных наплевать на всех, кто сзади бибикает, потому что вы едете по одной полосе. Остановились, включили драйв, газу и поехали. Я приветствую всех зрителей нашего канала. С вами снова Александр. Это сервис по ремонту автоматических коробок передач. А вы на канале, посвященном автоматическим коробкам передач. Стараюсь рассказывать разные интересные технические особенности, связанные с эксплуатацией, с ремонтом, с техническим обслуживанием. Если еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, нажимайте разного рода колокольчики. Вы можете посмотреть нас как на YouTube, так же на Яндекс.Зен, на Рутуб, а так же в нашей группе ВКонтакте. Сегодняшняя тема не совсем обычная для тех, кто ездит на современных машинах, потому что многие из вас, посмотрев заголовок, который называется «Включать ли Н на ходу?» Нейтралка на ходу. Возможно, даже и удивятся. А зачем, спросите вы, а люди с опытом совсем не удивятся и скажут, ну как, конечно, мы еще помним, как мы на механике, а тех, кто до сих пор ездит на механике, уверен, наверняка так и делают. А вот я на механике, впереди там красный, я нейтралку и подкатываюсь, 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 подкатываюсь. То есть, если вдруг загорелся зеленый, вторая или третья подоткнул газу и поехал. И вот такой вот вопрос, как это ни странно, прозвучал от вас. Один из зрителей, подписчиков позвонил и спросил, а можно ли на автомате включать нейтралку? Вот по привычке я включаю нейтралку и качусь, подкатываюсь к светофору. Я подумал, что интересно будет всем обладателям машин с автоматической коробкой передач, тех, кто еще помнит механику и помнит вот эти манипуляции с коробкой, интересно будет послушать, что это такое, как это с точки зрения технической стороны вопроса, как обычно. Ну а пользователям автомобилей с джойстиками, которые даже не понимают, а нахрена включать нейтралку и подкатываться на светофоре. Ну, может быть, будет интересно, поэтому усаживайтесь поудобнее, давайте порассуждаем, потому что вы сами, того не подозревая, в какой-то момент можете с этим столкнуться, и я расскажу, каким образом это может произойти. Поэтому пускай лучше вы будете готовы к этому, чтобы случайно не паниковать на дороге. Итак, начинаем. Уважаемые зрители моего канала, я приглашаю вас поддержать наш канал во ВКонтакте и добавиться в нашу группу во ВКонтакте. Ссылочка есть в описании, либо вы легко ее найдете по адресу vk.com.slash.zf.servis. В этом, именно в группе во ВКонтакте, очень удобный архив видео, потому что, перейдя по нашему адресу и зайдя в раздел «Видео» и нажав кнопочку «Показать все», вы найдете большой архив роликов, которые я снимал в разное время, и они очень удобно расположены. Я вот прикреплю кусочек, как это выглядит. По названиям роликов вы сможете найти нужную вам информацию, если вы интересуетесь техникой, интересуетесь устройством автоматических коробок передач, хотите больше знать про ваш автомобиль и про работу автомата в разных частях, приглашаю поддержать наш канал во ВКонтакте. Добавляйтесь, пожалуйста, в группу и точно так же будете получать оповещения о выходе новых видеороликов. Добро пожаловать в удобный архив. Сейчас ВК-видео достаточно активно продвигается и действительно создали удобный формат для поиска интересной информации. Поэтому, если еще не добавились в нашу группу, добро пожаловать, поддержите наш канал, подписывайтесь и получайте дополнительную информацию в виде удобного поиска на нашем ВК-канале. Как это было на механике, я уже рассказал, все это помнят, кто помнит. А теперь давайте про автомат. Ну, во-первых, как это может произойти? Обычно двумя способами. Первый способ редкий. Те из вас, кто, не дай бог, до сих пор, пользуясь автомобилем с автоматической коробкой передач, при движении включает нейтралку из положения Д, это соседнее положение, и подкатывается к светофору. Но это может произойти случайно, потому что многие из нас с вами, апологеты, так сказать, старой школы, привыкли держать руку на рычаге. Вот привычка. Вторая мать ее натура. И что может произойти? Вы держите руку так же, как и я. Рулите одной рукой. Мы же с вами уже профессионалы. Ездим давно. Рулите одной рукой. Рука, правая рука на рычаге. Так вот, случайно, при резком торможении, рука интенсивно вместе с корпусом дергается вперед, и вы случайно втыкаете нейтралку. Вот именно этот момент на автомобилях с джойстиком, но это едва ли произойдет, хотя теоретически возможно. А вот на автомобилях среднего возраста и раньше, где вот просто такой правильный рычаг, который едет по какой-то либо по кривой, либо по прямой, совершенно запросто можно случайно воткнуть нейтралку в движение. И вот вопрос, что с этим делать, насколько это катастрофично, это и был вопрос, который задал мне зритель. И давайте с этим немножечко разберемся. Итак, первый момент, который надо сразу сказать. Катастрофы не случится, если на ходу включить рычаг в положении N и с положения D. С технической точки зрения, с точки зрения механики коробки передач автоматической, я сейчас говорю про гидроавтомат, катастрофы не случится. В этот момент мы размыкаем связь, физически размыкаем связь между мотором и колесами. И машина просто катится. И это надо понимать, чтобы у вас не было паники, если вдруг такое произойдет. Я не рекомендую пробовать это на дороге, в этом нет особого смысла. А почему, сейчас расскажу. Но тем не менее, если это случится, у меня это случалось пару раз, вот просто потому, что я держу руку правую по привычке на рычаге, и при резком каком-то торможении дергается все тело, и рука случайно дергается, и рычаг переводится в нейтралку. С технической точки зрения проблемы не будет. Это надо понимать. Что в этом случае случится? Мы просто катимся, как на нейтралке, как если бы машину катнули, и она покатилась бы с горки, при этом мотор работает, а колеса просто крутятся свободно. И коробка на нейтралке, это и есть нейтралка. В этом случае надо понимать, что мотор работает. Это значит, что работает масляный насос в коробке передач. Он имеет физический привод от двигателя. Наверняка все зрители посмотрели массу роликов на нашем канале и помнят, что масляный насос коробки передач механически приводится через корпус гидротрансформатора. Поэтому все, что мы видим, видим, это работающий мотор, работающий на нейтралке коробку, насос работает, коробка смазывается, движение масла есть, и машина просто катится. И поэтому второй момент, что делать с включением драйва. Вот здесь самый важный момент, про который лучше поговорить сейчас, сидя пузом кверху на кресле перед телевизором, нежели в панике во время движения дергать рычаг. Итак, когда мы включаем режим драйв, у нас мотор, вы понимаете, связывается с колесами через какую-то передачу, через какое-то передачное число. компьютер точно понимает, с какой скоростью вращается двигатель, с какой скоростью вращаются колеса. На современных машинах и дроссель нажимается компьютером. Поэтому, если вы вспомните, когда вы едете на драйве с горки, отпустив тормоз, отпустив газ, прошу прощения, у нас обороты не падают на ноль, потому что компьютер держит с помощью электронного дросселя определенные обороты, определенную передачу, все это синхронизировано и строго укладывается в некую программу управления. Когда мы просто катимся и попытаемся включить драйв, может произойти разное, в том числе, аварийный выход коробки передач из строя, потому что у нас, как только мы включили нейтралку, обороты мотора упали на холостые обороты, а мы летим вниз, ну или едем, со скоростью, не знаю, 80-60, и плавно начинаем тормозить. Так вот, мгновенно включить драйв, это значит, что двигатель должен подскочить до определенных оборотов, коробка должна включить какую-то определенную передачу, и это произойдет в лучшем случае с сильным ударом. В лучшем случае с сильным ударом, в худшем случае мы получим повреждение механических узлов коробки передач. И это самый важный момент, который вам надо запомнить на эту тему. Надо докатиться, остановиться, включить драйв и поехать. Вот этот простой совет я и хотел бы дать вам. Для того, чтобы вы перед тем, как ехать в дальние путешествия, где-то по серпантину будете спускаться, где-то какая-то нештатная ситуация, чтобы вам не встать на дороге с поломанной коробкой, особенно актуально для машин преклонного и пожилого возраста, как уже сказал, где механический рычаг, где механическая связь между рычагом, там, тросиком и коробкой передач. Остановились, включили драйв и дальше поехали. Да, аварийка, правый поворот, данных, наплевать на всех, кто сзади бибикает, потому что вы едете по одной полосе. Остановились, включили драйв, газу и поехали. И еще один важный момент для тех, кто задает мне такой вопрос, для тех, кто случайно случайно или специально включает нейтралку, думая, что это он что, подкатывается к светофору, экономит топливо и так далее. Ну, однозначный ответ, не надо этого делать. Это не для этого режим. Режим нейтралки не для этого. Скатываться с горы на нейтралке крайне вредно по двум причинам. Первая причина это тормоза. перегрев тормозов неинтересно даже рассказывать про это. Приводит к тому, что через какое-то время, кроме того, что перегретые диски, все сразу начинают рассказывать, да-да-да, диски поведет, там все же умные, а у меня вентилируемые диски, у вас тормозуха закипит, может закипеть тормозная жидкость. И поэтому спускаться с горы на тормозах вредно, опасно. Для этого есть специально ручной, принудительный ручной режим. Вот это вот первая причина, а вторая, почему не надо включать на ходу нейтралку, такой вот дурацкий вопрос, но тем не менее, просто потому, что у вас потерялась связь. Если в этот момент что-то случится, вы можете не успеть среагировать, у вас нет связи мотора с коробкой, вы не можете дать газу, в лучшем случае остановиться, потому что едете накатом. Вот такой вот странный был у меня вопрос, но подумал, что сейчас может быть впереди у всех путешествия, все думают там про какую-то экономию топлива, а может быть с горы, а может быть еще что-нибудь. Если хотите подготовиться, лучше посмотрите ролик, оставлю ссылочку в описании, про то, как использовать ручной режим. Ручной режим, и поэтому здесь я специально в качестве подсказочки написал, что для старых коробок это может быть режим, который называется L, обычно это соответствует первой там передаче, или будет написано 3-2, когда мы ограничиваем коробку. На более современных коробках у вас есть из режима D переключение в режим плюс-минус, когда вы принудительно можете включать какую-то передачу и ограничивать коробку на этой передаче, либо у вас есть подрулевые переключатели. Вот этим нужно пользоваться, а зачем этот ручной режим нужен, несколько моих советов на эту тему, посмотрите, ссылочку на ролик оставлю в описании, специально про ручной режим, в преддверии дальних автопутешествий, очень надеюсь вам пригодится. А с вами был Александр, если есть вопросы по коробке передач и не знаете что делать, а вот оно у меня, вы знаете куда обратиться, пожалуйста, телефончики снизу видите, если увидите меня в интернете на каком-то другом канале, вы тоже знаете что делать, именно этот канал является оригинальным, поэтому захотите поговорить со мной или попереписываться, или наговорить голосом ваш вопрос, найдите телефон, который начинается на 929 и задавайте ваш вопрос на ватсап или телеграм или вайбер. На этом все, продолжаю знакомить вас с разными интересными штуками, с вами был Александр, всем счастливо, всем пока! Субтитры Субтитры